Сочи, пускай и не круглую дату, после которой о российском курорте заговорили на всех языках мира, отметит масштабными спортивно-культурными мероприятиями. Открой череду даже с праздник на Южном Аллу, 500 дней до Кубка Конфедераций. Как отметили на совещании, именно Олимпиада позволила сделать город не только курортом мирового уровня, но и одной из лучших площадок для проведения масштабных событий, в том числе и международных. Так, на Санобобслейной трассе, на Кубке мира, сборная России по санному спорту уже ждет своих болельщиков. Соревнования стартовали. В Олимпийском парке в Ледяном Кубе 3 февраля откроется всероссийский турнир по керлингу. 6 февраля в Айсберге ждут любители фигурного катания. Не менее зрелищным обещает быть первенство города по фристайлу, которое откроется 7 февраля на Роза Хутор. Это лишь часть мероприятий. Более подробная информация на сайте администрации города. О теме спортивно-зрелищных мероприятий, которыми, судя по данным Управления культуры, этот год будет насыщен, на совещании перешли к вопросу сбора налогов. Одно из основных статей пополнения бюджета курорта. В мэрии уверены, до сих пор в Сочи на некоторых предприятиях действует так называемая серая схема выплат и зарплат. Для примера, в ходе инспекции департаментов финансов был выявлен такой факт. По документам на руки водители коммерческих автобусов получают около 20 тысяч рублей. На деле доход перевозчиков подходит к 30 тысячам. У нас есть предприятия, которые сегодня осуществляют транспортные перевозки, где основной мы рассматриваем резерв, которые выплачивают, как раз о чем вы и говорили, заработную плату в пределах до 18-19 тысяч рублей. Средний по отрасли у нас сегодня называем 29 тысяч рублей. Вот до этой цифры нам необходимо работать. По статистике, именно 29 тысяч рублей – это реальная цифра оплаты труда среднего звена на предприятиях курорта. Все, что ниже этой планки, требует внимания контролирующих органов. Глава города распорядился создать комиссию, которая проанализирует зарплаты в Сочи. Следующим вопросом обсуждения стали самострои. Несмотря на изменения в законодательстве, некоторые застройщики пытаются убедить покупателей, что их незаконные бетонные коробки будут рано или поздно введены в эксплуатацию. Так выявлен факт, что некоторые агентства недвижимости продают фактически воздух. На совещании привели аудиозапись разговора с риэлтором, который предлагал квартиры в строящемся доме в Адверском районе. На деле этого дома еще и в помине нет. И по документам максимум, что можно будет построить – это ИЖС, то есть не более трех этажей. А эти действия риэлторов обратился к полиции на совещании глава города. Явно попадают под статью мошенничества. Это явное мошенничество. Как можно продавать то, чего нет? Неужели у вас нет служб, которые следят за этим? Антоний Николаевич, а только вчера возбуждено подластным материалом уголовные дела как раз по линии экономической безопасности, противодействия коррупции, именно по мошенническим схемам по продаже жилья. На совещании принято решение. Полиция в тандеме с муниципалитетом проанализирует каждое сообщение о продаже недвижимости в новостройках. Пополнение рядов обманутых дольщиков городу не нужно, резюмировал мэр. По данным муниципалитета, на этом рынке на данный момент около половины предложений попадают под статью мошенничества. От внешнего облика города, который зачастую портит незаконное строительство, перешли к теме привлекательности среди туристов Сочи как курорта. Статистика такова. Отдыхающих в этом году, возможно, будет еще больше, чем в прошлом. Большинство операторов, которые работали на выездной туризм, занялись внутренним рынком туристических услуг. На нашем туристском рынке будет работать еще интурист бывший. И пегас-туристики интурист увеличивает количество своих бортов. Будем говорить так. Библиоглобус будет иметь, как и имела, 16 бортов. А это значит, 16 рейсов в день будут они только осуществлять. Пегас-туристик увеличивает количество бортов в два раза. И теперь будет их 10. 25 только бортов, похоже, будут прилетать. Это уже гарантированно. Продолжающийся рост привлекательности курорта – это хороший показатель, подчеркнул глава города. Но есть сегмент, который добавит еще туристов, а, соответственно, и прибавит рабочих мест к курорту – это бальнеология. На совещании принято решение в ближайшее время обсудить это направление курортной отрасли более тщательно. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.